Добрый вечер. Я надеюсь, что остались наиболее стойкие доктора, и мы сможем обсудить достаточно искудабельную тему ПТСР, ассоциированного с психозом, с психотическими расстройствами. Наиболее часто психотическая, точнее квази-психотическая симптоматика обсуждается в качестве части посттравматического стрессового расстройства. Здесь мы можем вспомнить концепцию посттравматической диссоциации. Наиболее известная это структурная диссоциация. Автор, я думаю, достаточно известный Вандерхард, который предлагает три уровня структурной диссоциации при ПТСР. Первый уровень это неосложненная классическая ПТСР. Второй уровень это комплексная ПТСР. И третий уровень это то, что мы можем назвать расстройством множественной личности. И, соответственно, по мере усугубления этой структурной диссоциации нарастает представленность квази-психотических симптомов. И сложнее проводить дифференциальный диагноз, собственно, с психозами шизофренического ряда, например. И реже мы рассматриваем психоз в качестве непосредственно стрессового фактора, запускающего, вызывающего посттравматическое стрессовое расстройство. Возможно, это связано с тем, что по-прежнему многие психиатры используют такую дихотомию противопоставления между эндогенным и реактивным, эндогенным и психогенным. Она, конечно, признается уже достаточно устаревшей. И эта граница, она достаточно тоже расплывчатая и постоянно смещается. Какие мы можем назвать критерии, по которым мы относим события к травматическому переживанию? Здесь представлены критерии в 10 МКБ, которые по-прежнему мы пользуемся. События или ситуация различной предложительности, угрожающего или катастрофического характера, которая может вызвать общий дистресс практически у любого человека. И здесь приводятся некоторые примеры. Различные катаклизмы, боевые условия, несчастные случаи. И также, обратите внимание, наблюдение за какой-то серьезной жизнеугрожающей ситуацией, за смертью других, изнасилование, другое преступление и так далее. И возникает вопрос, может ли психоз соответствовать этим критериям. Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем вспомнить классические описания психотических переживаний. Одно из наиболее известных, пожалуй, в истории таких описаний. В конце 19 века переживания пациента с персекуторным бредом. Я думаю, что на сегодняшний день мы можем диагностировать его как пациента с параноидной формой шизофрении. И здесь описываются разнообразные способы воздействия преследователей на этого пациента. Достаточно изощренные, жестокие. Соответственно, я думаю, мы можем положительно ответить на вопрос, являются ли эти переживания травматичными для данного пациента. И другой пример, тоже достаточно известный, переживания психотические при интоксикационных психозах, описанные, в частности, создателем, химиком, который синтезировал ЛСД в 1943 году. Тоже вы видите, что достаточно тяжелые травматичные переживания, хотя, конечно, у него не было ПТСР, и он прожил, по-моему, там больше 100 лет. Но, тем не менее, тоже это в качестве примера мы можем рассматривать. Можно привести такой контраргумент, что стрессовое событие при ПТСР должно представлять именно реальную объективную угрозу в смысле общепринятой реальности. Но, тем не менее, в психодинамических подходах психическая реальность обладает такой же связностью и таким же значением, как и материальная действительность. И также известная концепция реального, как того, что мы не можем полностью описать, используя язык, и в силу этого оно также является травматичным. Здесь же мы можем провести параллели с когнитивной моделью посттравматического стрессового расстройства, в которой сенсорные эмоциональные элементы не имеют соответствующих языковых лингвистических ассоциаций, поэтому не могут быть интегрированы таким пациентам. Собственно, это проявляется в виде кластеров симптомов при ПТСР. Сама терапия психиатических пациентов также обладает достаточно выраженным травматогенным потенциалом. Это и сама госпитализация в психиатрический стационар, в особенности в недобровольном порядке. Меры фиксации, физического стеснения, разрушение, имевшееся до госпитализации прежних социальных связей, стигматизация, внутренняя стигма, самостигматизация, и, конечно же, выраженные побочные эффекты, прежде всего, нейролептиков, нейролепсия, использование завышенных дозировок, типичных в особенности нейролептиков, так называемая химическая смирительная рубашка. К факторам, которые могут увеличивать риск развития психоассоциированного посттравматического стрессового расстройства, мы можем отнести количество перенесенных эпизодов. Здесь существуют разные точки зрения, в одних подходах у пациентов с небольшим стажем заболевания риск оценивается как больше, чем у тех, которые давно болеют, и есть и другие точки зрения. Тяжесть самого психоза, темпы проградиентности психоза, то есть, насколько качественны ремиссии между психотическими эпизодами, где представлена сохранная, интактная часть личности пациента. Также немаловажным является предшествующий детский травматический опыт, то есть, наличие определенной сенсибилизации к повторным травматическим переживаниям, депрессия, депрессивный статус и ряд психологических особенностей. Это неконструктивный копинг, стратегии совладания со стрессом, определенные типы привязанности, тревожный тип привязанности, в частности, и довольно много авторов указывают на роль чувства стыда в уязвимости к посттравматическому стрессовому расстройству у психотических пациентов, где может располагаться психоза-ассоциированная травма. В таких рубриках, как постшизофреническая, она же постпсихотическая депрессия, так называемая вторично-негативная симптоматика, которая является очень гетерогенной разнообразной группой симптомов, также такой диагноз, как стойкие изменения личности после тяжелого психического заболевания и частичные симптоматические ремиссии с остаточной психопродуктивной симптоматикой. Не буду подробно останавливаться на критериях ПТСР в 11 версии МКБ, они сегодня уже упоминались. Скажу лишь, что это более узкие критерии по сравнению с 10 МКБ, стремление ограничить диагностику посттравматического стрессового расстройства. И немного пройдемся по кластерам симптомов ПТСР, где могут располагаться возможные проявления постпсихотического ПТСР. В кластере репереживания, то есть это стойкие, яркие воспоминания, оживление стрессора в этих воспоминаниях. Если мы посмотрим на постпсихотический период, то это пациенты с плохим комплаенсом, с прерыванием поддерживающей терапии и с новым обострением психотической симптоматики. При этом повторное переживание психоза мы можем с этого ракурса рассматривать как некий опыт, который не может интегрироваться в общую биографическую память психотического пациента. Это кластер гиперактивации, то есть это нарушение сна, раздражительность, нарушение концентрации внимания. И также в постпсихотическом периоде довольно часто мы встречаемся с остаточными симптомами в виде различных инсомний, диссомний, когнитивных нарушений, нарушений концентрации внимания. И, наконец, кластер избегания, то есть избегание или стремление избежать обстоятельств, ассоциирующихся со стрессором. В постпсихотическом периоде это опять же пациенты с низким комплаенсом, с преждевременным прерыванием терапии и с избеганием этой терапии или избеганием условий, в которых проводилась эта терапия, антипсихотическая терапия. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство тоже не буду углубляться в критерии, они были сегодня представлены, но тоже если присмотреться к этим критериям, то можно найти место и для психоассоциированной травмы, в частности длительные нарушения в эффективной сфере, отсутствие, сглаженность эмоций, изменение в сфере представления о самом себе, чувство вины, стыда, собственно несостоятельности и нарушение в социальном функционировании, то есть низкий интерес к социальным взаимодействиям, трудности в поддержании отношений. В 10 МКБ это соответствует рубрике «Хронические изменения личности после переживания катастрофы». На наш взгляд, у пациентов, имеющих психотический опыт, могут быть особенности проявления посттравматического стрессового расстройства, которые делают его более сложным для диагностики. Это черты АТПИ, деформация симптомокомплексов и неравномерная представленность трех кластеров симптоматики, прежде всего в силу негативной симптоматики, которая может поглощать различные проявления ПТСР, затушевывать их и тоже делать более сложными для появления. Это зависит от типа течения психоза, от темпов прогриденности заболевания. Как может влиять психоз ассоциированная травма? Она приводит к развитию постпсихотической депрессии, значительно повышает вероятность и частоту повторной госпитализации, приводит к плохому комплайнсу, прерыванию терапии и к нестабильным, нестойким ремиссиям. Мы провели небольшое собственное исследование. Здесь я намеренно не привожу каких-то развернутых статистических данных, потому что выборка была небольшая. По этим пациентам мы посмотрели две группы пациентов. Первая группа с шизофреническими психозами и вторая группа с металкогольными психозами. И обследовали их с использованием двух видов инструментария. Это классический инструментарий, шкала оценки влияния травматического события, внутри которой имеется три подшкалы, соответствующих трем кластерам симптомов ПТСР. А также автобиографический метод. Пациентам предлагалось задание написать собственную автобиографию с описанием психотического периода, что они помнят, что они считают наиболее значимым, важным. Затем из этих автобиографий мы составляли некие словари, травматические словари, и использовали ассоциативный эксперимент. То есть мы посмотрели реакцию пациента на повторное предъявление вот этих слов, стимулов, связанных с психотическим опытом. И оказалось, что у пациентов с продолжительностью заболевания менее 5 лет они наиболее часто обнаруживают симптомы ПТСР, как с помощью классического инструментария шкалы оценки влияния травматического события, так и в ассоциативном эксперименте. А у пациентов с большей продолжительностью заболевания часто встречались так называемые атравматические автобиографии, то есть игнорировалось содержание психоза, сам этот психотический период и низкие показатели в шкале оценки влияния травматического события. Скорее всего, это связано с нарастанием выраженности негативной симптоматики, не только, конечно, первичной, но и вторичной, в том числе в связи с длительной нейролепсией. И какая может быть профилактика и подходы к терапии психоза-ассоциированной травмы? Это сокращение продолжительности госпитализации, снижение их частоты, насколько это представляется возможным, минимизация использования мер фиксации, физического стеснения, то, о чем мы постоянно говорим, избегание завышенных дозировок антипсихотических препаратов, та самая химическая смирительная рубашка и более широкое использование серотониновых антидепрессантов в постпсихотическом периоде. Многие врачи испытывают такую тревогу в плане назначения психотическим пациентам антидепрессантов, что они приведут к ухудшению состояния, к экзасербации симптомов психоза. Но если это происходит, то, возможно, сам психоз был не шизофренической природы. И, наконец, психотерапевтические интервенции, которые направлены на осознание принятия травматического опыта, владение навыками регуляции эмоциональных реакций, то, о чем говорилось в предыдущем докладе, терапия принятия и ответственности, также достаточно интересная, на мой взгляд, представляется концепция посттравматического роста, которое тоже рассматривает и некоторые приобретения после перенесенного травматического опыта. Благодарю за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...